Всем привет! 20 мая 2023 года. Вы с Олегом Соскиным. Ну что, как я вам прогнозировал, к сожалению, опять 20-е, значит в ночь 19-го, собственно 20-го, произошла атака Киева. Это уже 11-я атака в мае Киева. И, конечно, это очень сложно, выдерживать в городу такие атаки. В этот раз 18 дронов было, сбили их все 18, но их обломки падали, как это уже было в предыдущие разы. И есть очень неприятные, скажем, плохие повреждения по-любому. Смотрите, получается, Днепровский район, упали обломки прямо на дом, девятиэтажку, повреждена она, заливали ее водой там. Короче, видно уже для жителей, это там 80 метров был пожар, там они говорят, что 4 квартиры, но если водой заливали, можно себе представить, что там осталось от этого дома. То есть, опять это все такое искажение действительности. И таким образом можно говорить, что, слава богу, конечно, что сбили эти дроны, но тем не менее, вот в результате, как я вам объяснял, что такое теория случайности, и вчера буквально все это рассказывал, как будет. Получается, что те, которые там люди жили, а это сотни людей в этой многоэтажке, в Дарницком районе, вот они попали под этот уже удар. Им, конечно, совершенно не легче думать о том, что другие не попали. Это Днепровский район, в Дарницком районе, это то, что получилось, да, значит, сбиты, упали. В Дарницком районе повреждено авто, здание техобслуживания, в Печерском повреждены окна домов, тоже весело, правда, но это же все преуменьшают. Все же стараются затереть правду. В Соломенском типа дорога, автомобили и так далее. То есть, что мы видим, что практически, хотя система настроена ПВО, но тем не менее, разрушение, страдания, потеря людьми, частной собственности, своего имущества, стрессы, постоянные стрессы идут, правильно? Это же всю ночь опять не спать надо, да? То есть, получается же, 20-е, это какой день? Суббота. То есть, люди после трудовой недели, весь Киев стоял ночью на ушах. И это уже вот в течение мая продолжается постоянно. То есть, практически люди в городе Киеве, в столице Украины, в европейском государстве, спокойно жить не могут. Но это еще не все. То есть, должны же понимать. Одессе было спокойно, там, как бы, главный удар по Киеву наносился. Но надо что понимать? То есть, смотрите, первый вывод делаем, что 18 дронов, иранские дроны, еще раз подчеркиваю, в Иране все хорошо. Вот я смотрел сейчас их вечернюю жизнь, Тегерана. У них там недавно там Навруз они празднуют, там было 16 мая, 17-е. Они ходят по шикарным центрам, они себе там сидят, кушают по улицам. У них все замечательно, у них все классно. И на Украине несчастной, бедной, на страданиях десятков миллионов людей, которые в центре Европы страна находятся, иранцы очень классно наживаются. Очень классно наживаются, и барабану это Украина, этому населению и так далее. Денежку они свою получают от московитов, поэтому у них все хорошо. Вот и все. Ничего эта власть Зеленского, ничего сделать не может. Сейчас выступил этот министр Израиля иностранных дел, Коин или как там его, говорит, будем только Украине оказывать моральную поддержку, там немножко нелетальную помощь и все. Говорит, нам с Россией портить отношения нельзя, у нее сильные позиции на Ближнем Востоке, тут везде. И многие сотни тысяч евреев, евреев или ашкеназов, как там, где они этих евреев взяли, надо поискать, понять. Ну ашкеназы, они же ашкеназы, а не евреи. Вот, ну короче, он говорит, сотни тысяч евреев проживают в Российской Федерации, поэтому портить отношения с ней не буду. Вот вам еще одна страна, которая плевать хотела на страдания Украины, что Украина держит сегодня Орду, держит Украина Орду. Если бы Украина не держала Орду, то практически эта порта уже бы захватила и восточную, и центральную, и уже бы до Западной Европы добралась. Понимаете? Я бы хотел посмотреть, чтобы уже осталось бы, может от Израиля уже остались бы рожки до ножки, потому что Иран, это стратегический союзник Российской Федерации. И если бы Российская Федерация захватила Украину, то уже Иран бы захватил уже бы давно Израиль. И ничего бы этот Израиль не смог бы сделать. Ничего. То есть только благодаря тому, что держится Украина, Израиль может вот эти вот, так сказать, суждения высказывать, его власть и так далее. Конечно же, очень интересно в этой связи тоже, для понимания украинцам, ну Зеленский помчался же, был там в этой лиге, выступал арабский государь, Саудовская Аравия. Там, кстати, такие страшные наводнения, эту их и Мекку, и Медину там так их накрыло, что там уже вода стоит там, где этот их черный камень и так далее, и так далее. То есть практически Саудовская Аравия скоро, ну как это, погрузится в пучину морскую. Так вот, в принципе, что получается, что арабские государства высказались в целом за позитивный нейтралитет. То есть ничего их Зеленский не переубедил никого, ничего они пока отдавать не будут особенно. Ну будет кто-то, кто является очень тесным союзником Соединенных Штатов Америки, Запада, что-то, конечно, может и даст. Но в целом они будут поддерживать Российскую Федерацию, будут и с Украиной позитивно, и с Российской Федерацией. Поэтому этот самый же Зеленский взял туда Джамилева или кого там, это татары этих. Вот, потому что вся, как бы, вся фишка поездки в том, что надо поддерживать татар в Крыму. И Крым отдать татарам. Вот, и он, типа, Зеленский эту линию, так сказать, разрабатывает. Ну, ему-то все равно, что разрабатывать, у него цели другие. Так вот, ситуация такая, что никто ему ничего там не пообещал, не поверил и так далее. Самое важное было, это, что Сирию восстановили в Лиге арабских государств, осада. Когда Зеленский начал говорить про военные преступления Российской Федерации Путина в Украине, ну, естественно, про эти страшные вещи под Киевом, в Харьковской, в других областях, Мариуполе и так далее. До сих пор не могут понять, сколько же там погибло реально. Это колоссальная гуманитарная катастрофа, как раз год исполняется, захвата путинскими бандами Мариуполя. Ну, во всяком случае, оценка такая, от 20 тысяч до 60 тысяч погибло граждан Украины в Мариуполе. То, что Мариуполь отдали, то, что до сих пор тысячи защитников Мариуполя, Азов стали в плену у Москвы, это, конечно, абсолютная вина нынешнего рукоподства, абсолютная. Это была абсолютно бездарная оборона, бездарная все это, как сдали этот Херсон, это все, эта часть потеря контроля над Азовским морем, сухопутная дорога в Крым, это все есть, это все объективная реальность абсолютно бездарных шагов руководства страны, Зеленского, соответственно, слуг народа. И понятно, что оно вот это где-то как-то забывается, каждый думает, ну, это ж не со мной случилось, это с ними, это уже год прошел. То есть люди долго такие вещи не держат, но объективная реальность такова, такова. И поэтому, когда киевляне, вы думаете, что вас защищают ПВО, вы всегда смотрите на то, что произошло с другими, с Гастомелем, с Бучей, Ирпенем и прочими-прочими городами вокруг Киева, с то, что сейчас происходит, Харьков, Купенск. Особенно очень важно, я вам сделаю сейчас видео по войне, по фронту, там, где Авдеевка, Маренко, Бахман и так далее. Вот они ничем, как бы, не были хуже Киева. Просто так сложилось. Просто так сложилось. И вы про это, каждый про это помните. Каждый про это помните. И ситуация для нас следующим образом выглядит. Смотрите. Итак, что показали? Давайте проанализируем, что будет он дальше, как бы, думать. Предположим, какие-то сценарии выстроим. То есть, арабские государства стоят на своем, что надо политическое решение, прекращение огня, переговоры и каким-то способом эту войну прекратить. Вот позиция арабских государств. Такой позиции стоят, по сути, африканские государства, ЮАР и, соответственно, другие государства, так или иначе, на которые влияют. На этих же позициях стоит Китай. Синь Цзипин прислывал своего этого Лихуея. Лихуея или как там его. Тоже прекращение огня. Там принципы, которые говорят, они там и все. Остановка войны и все. На этих же позициях стоит Бразилия, Мексика, Аргентина и так далее, Латинская Америка. То есть, мы с вами видим ситуацию, когда, по сути, очень большое количество государств, так называемые неприсоединившиеся страны, развивающиеся страны, как их называли страны третьего и даже четвертого мира, они не поддерживают Украину. Более того, смотрите, Китай провел сейчас встречу, называется С-5. Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Казахстан, Туркмения, Таджикистан. Пять стран. Китай шестой. В Китае создание единой такой структуры, военной, системы безопасности, экономики и так далее. Вот вам, пожалуйста. То есть, Китай накладывает свою коммунистическую, диктаторскую лапу, триадную на всю Центральную Азию. А где ж Путин? Где Российская Федерация? Ему бы этим заниматься. А ему надо Москве, это Киевом заниматься, Москве. То есть, какая тупорылая, кагибистская, дурная, совершенно стратегическая линия и практическая. Какие тупые сидят в этой Москве. У них под носом просто отрезается им Центральная, Средняя Азия полностью. Китай принял сегодня решение с Туркменистаном и Киргизией, если не ошибаюсь, строить в обход Российской Федерации железную дорогу. И с этими тоже будут. То есть, задача обойти Российскую Федерацию. Создать там они огромные деньги будут вкладывать. Десятки миллиардов сейчас этих своих юаней в экономику этих стран. Все. Но настолько болваны политические сидят в Кремле, во главе с этим Путиным, этим просто садистом, убийцей, что они в своей злобе, звериной просто ненависти к Украине настолько ограниченно тупые, что полностью отдают Центральную Азию, Среднюю Азию, Китаю. С которым вообще никаких у них сочетаний, вообще никакого с коммунистическим Китаем нет. Вообще. Они не стыкуются стратегически. Российская Федерация полностью. Это совершенно чужеродные два элемента. Основа Российской Федерации – это оккупированные славянские, славянское население. Славяне и китайцы, ханьцы и так далее. Это вообще два антагонистических, там, три процесса. По многим показателям. Можно говорить сколько угодно, про многокультурность, про клюрализм, про богатоманитность, сколько угодно. Но как только Китай получает какой-то элемент владычества, он всегда уничтожает противника. Посмотрите на уйгуров, посмотрите на Тибет. У него практика. Даже в Фен-Луне, или как там, это движение оздоровления и культурное. Вот и все. То есть, и Путин, Кагибийская, это Шобла, вместе с этими Галушками, с этими Могилевичами, Шнайдерами и прочими, этой Лушпенью, они воюют против Украины. Когда у них отрезают полностью, забирают все. Ну, о чем говорить, если Дугин сейчас принимал участие, в Татарстане собрали там какую-то конференцию по исламу, еще приехал министр, там, делегация Афганистана, министр образования, там, еще какие-то люди. Талибан приехал, представляете, который в России числится террористической организацией. То есть, до какого можно дойти дна, чтобы так себя позорить? Тот же Дугин, который, ну, сын генерала КГБ, ГРУ. О чем говорить? То есть, мы с вами должны понимать, что практически Украина сегодня одна. Да, Запад. Да, Запад здесь находится, я вам сделаю сейчас, про этот маленький такой материал, проездка, то, что я вам объяснял и рассказывал, прогноз давал, что он приедет все-таки в Японию, в Хиросиму Зеленский. Приехал, у меня, посмотрите, ролик, я так и называл вчера, еще его близко там не было, что он будет в Хиросиме. Он прилетел, французский самолет его привез. Вот, это понятно. Значит, вывод, делаем какой вывод? что практически большая часть мира никакой помощи Украине против российского агрессора давать что не будет. Вот я вам сделал небольшой анализ. Перед этим я вам сказал, что Киев бомбили и будут бомбить. И теперь последний вывод делаем. Смотрите, что накапливает какую информацию? Это их штучный интеллект, машина, которая все время набирает, ну как бы опыта, как пробить Киев. Задача пробить Киев, оборону. Они вычисляют, какая должна быть комбинаторика удара. Где-то, как бы, они уже подошли к этому, как я понимаю. Где-то речь идет, им надо наносить удар, минимум должно быть где-то 80 дронов, вот этих иранских рас за одну атаку. Это должны быть кинжалы. Они их производят, они у них есть. Ну, штук 5-6 кинжалов должно быть. Это должно, видимо, быть где-то 15 калибров. Это обязательно должны быть эти ракеты, которые там XP-55 и так далее. И обязательно должны быть баллистические ракеты, которые не сбиваются. И они уже где-то высчитали, что им надо, чтобы пробить Киевскую систему противовоздушной обороны. Тем более, они ее обсчитывают, исходя из израильского опыта, когда там бьют с западного берега Иордана, вот эти палестинцы. Уже пробит аж был этот купол, этот так называемый израильский железный купол, или как там. И московиты, они же тоже смотрят вот эти элементы. И они уже, уже я вам точно могу, как я представляю себе, моя версия, они уже высчитали, как пробить киевскую систему ПВО. Там мне много друзей пишут, там разные другие, да, Лихаевич типа что там, выдержит там, все, ничего, Киев не бомбят и прочее. Ребята, вспомните, что так было, и такой параллель вам проведу, аналогию такую с Ноем, когда он строил Копчет, ему никто не верил. Вот он туда загрузил, да, там не так совсем немножко, как бы, как это описано для, так сказать, низшего слоя, потому что там есть всегда истина, которая скрывается в таких рассказах. Но сам факт, что было событие потопа, да, было. Выжил там кто-то, не выжил, мы не знаем. Но то, что мой выжил, мы знаем. То, что Ною никто не помогал этот ковчег строить, это известно. Господь его вел, а Но и слушал Бога. То, что все его сограждане утонули вместе с своим имуществом и кровью, это тоже известно. Все, мирный потоп, это тоже известно. Это все есть и было. Так вот, фактически, когда вот сейчас я слышу, другие мне рассказывают, что говорят, да, в Киеве все будет нормально, бомбят они, не бомбят. Вот я вам объясняю, они уже нащупали объем, которым надо ударить по Киеву. Уже сегодня это реальные последствия для сотен людей, которые потеряли свои машины, потеряли свои имущества, свои квартиры, свои станции, там, СТО и так далее, и так далее. пережили миллионы ночью стресс, вот, значит, пойдут в аптеки покупать что-то, лечиться, и так далее, и так далее. Сколько вы еще бы сна выдержите? Расскажите мне. Поэтому надо понимать, что удары будут нарастать, удары будут по Киеву идти каждую ночь, удары будут все более увеличивать свою поражаемость, удары будут постоянно преследовать цель психической дестабилизации, а значит, политической, эмоциональной, религиозной дестабилизации духовной парадигмы в городе Киеве. Ну и делайте выводы, дорогие мои, делайте выводы. Поэтому не расслабляйтесь, ничего хорошего в ближайшее время не будет, будет только тяжелее, будет только хуже. Я понимаю, что вам это не нравится, но лучше вы это будете знать, потому что сладкая ложь, она потом приводит к очень тяжелым последствиям для людей, для их жизни, для уничтожения их реальности. Поэтому я так думаю, что лучше огурькая правда, она вам поможет выжить и принять говорит, упрежден, значит спасен. Не верьте тупым, не верьте тем, кто при власти. Они деньги получают, они живут с этой войны. Кому война, кому война, кому мать родная. Для них это время собирать кровавые урожаи. это понятно, должно быть. Короче, думайте, 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 и главное анализируйте реальную ситуацию, а не то, что вам впаривают разные, так сказать, средства массовой информации, цель которых просто вас оболванет. Вы с Олегом Соскиным. Смотрите Олега Игоревича, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok